приходила в ужасе, Фролова рассказала о жутком буллинге, который стоил ей здоровья. Василиса Фролова – успешная модель и популярная телеведущая, девушка без комплексов, открытая и общительная. Но так было не всегда. Будущей звезде пришлось пережить травлю в школьные годы, которая негативно отразилась на ее здоровье. Сейчас она воспитывает маленького сына Родиона, который стал одновременно неожиданным и долгожданным подарком. В интервью для Анны Алицкой и ее YouTube-канала Алицкая, она вспомнила, какие ужасы переживала в школьные годы, живя в родном Харькове. «У меня были расстройства психического, физического характера. Я приходила из школы в ужасе, такая забитая. Меня не троллил, не буллил только ленивой. Я была очень забитым, закомплексованным ребенком. Мы были очень бедными, из неполноценной семьи. У меня папа умер, когда мне было 4 года. Я не могла постоять за себя», – вспоминает телезвезда. В подростковом возрасте девочка была высокой и худой. Ее обзывали и дразнили не только сверстницы, но и страшеклассницы. Школьница так нервничала и переживала, что у нее начались проблемы со здоровьем и даже расстройства пищеварительного тракта. «Надо мной издевались старшеклассницы девочки, очень грубо и больно, начиная лет с 12 лет. Могли отдубасить, испачкать одежду, выбросить портфель за окно. Они меня поджидали за углом, не давали пройти», – рассказала о пережитой травле в школьные годы ведущая. Переломным моментом стал фотосет, организованный для будущей модели и ведущей ее мамой. Это дало старт ее модельной карьере, а с ней пришла и уверенность в себе. Затем девочка перевелась в гимназию, куда уже. Пришла в статусе местной звезды, она заняла второе место в конкурсе «Королева Харькова». 18 конкурсов красоты международных, я даже не была на выпускном в Харькове. Потом Париж и в итоге развлекательный телек, рассказала о взлете карьеры Василиса. Василиса рассказала о травле и издевательстве в школьные годы. Напомним, что ранее Василиса Фролова продемонстрировала фигуру в белье через три месяца после родов.